Новости Уже на протяжении трех лет сотни жителей и гостей края приезжают сюда, чтобы увидеть достопримечательности своими глазами и сделать оригинальные селфи. С недавних пор посетителей Бахчи стало еще больше. Сюда массово стали приезжать спортсмены. Вот он, самый популярный объект нынешнего сезона – Зенит-арена. Соломенный аналог, в отличие от оригинала, строился не 10 лет, а 5 дней. На все эти конструкции создатели потратили 41 тысячу рублей. Ну, решили назвать Зенит-ареной. Почему? Ну, потому что она нашумела в свое время, да? И до сих пор она шумит. И как бы это интересно. Конечно же, это небольшой степ по поводу, конечно же, не к клубу и не к фанатам клуба, а к строительству, конечно же. Инициатор строительства Роман и сам болельщик футбольного клуба «Зенит». Признается, такого ажиотажа вокруг соломенного объекта не ожидал. Сегодня здесь уже вовсю тренируются футболисты. Готовятся к кубку открытия Зенит-арены, который пройдет в эти выходные. За медали и кубки здесь сразятся пять сельских команд. Для спортсменов это абсолютно новый опыт. Впечатления не передаваем, потому что играли и мини-футбол, и большой футбол. Совсем другая специфика. Тут более непредсказуемые отскоки, всякие падения, потому что скользко. Ну, и уйму эмоций. Потому что лето. Такой прекрасный стадион. Такой стадион вмещает в себя 300 болельщиков. Вот появились и первые зрители. Трибунами довольны. Очень удобно сидеть. Я, кстати, когда смотрела картинки, думала, что не так удобно здесь, а прямо замечательно. Ну, я болею за Зенит и решил приехать посмотреть своими глазами. Ну, мне интересно стало, впечатливо. Новость о соломенном стадионе дошла и до футбольного клуба «Зенит». В качестве подарка пошутили, что вышлют спички. Потом уже серьезно пригласили Романа в гости в Санкт-Петербург. Так сказать, для обмена опытом. Позвонили представители футбольного клуба «Зенита» и попросили адрес, чтобы высылать нам подарки. Поддержать наш стадион, нашу команду, вообще наш чемпионат мира по соломенному футболу. Там турниры все. Сказали, что высывают мячи, футболки зенитовские. Плюс еще дальше, ну, пока сказали, что меня приглашают на «Зенит-арену», на футбол билеты высывают. А пока что фермер генерирует новые идеи объектов, чтобы еще больше разнообразить знаменитую на всю страну Бахчу. А посетители довольны и тем, что есть сейчас. Фото для Инстаграма, вкусные арбузы и мини-зоопарк. Словом, все условия для семейного отдыха. Тамара Годумская и Александр Погожев. АТВ Ставрополь.